Зима достаточно скучное время года, поэтому во все времена люди старались создать для себя какие-нибудь зимние развлечения и виды спорта. А чтобы было совсем не скучно, их старались сделать командными. Наиболее известные это, конечно же, хоккей и керлинг. А вот про такую увлекательную древнюю игру, как Айсшток, многие просто не знают. Игра зародилась в 16 веке в альпийских странах. Как гласит легенда, когда в похолодании замерзли реки и озера, люди вышли во двор на реки и озера и попробовали бросать домашнюю утварь. В частности, сковородки с длинной ручкой. Им это понравилось и, как гласит легенда, так именно зародился этот вид спорта. Доступные и понятные правила Айсштока делают ее весьма привлекательной для самых разных людей. Правила игры достаточно простые. Задача каждого игрока – выбить шток противника и поставить свой шток ближе к центру, к шайбе. Как и в каждой командной игре, в Айсштоке есть свои хитрости и стратегии. Есть разные виды спортсменов. Те, которые действуют на силу, а есть те, которые играют на точность. Но те, кто играет на силу и на точность, они добиваются, как правило, больших успехов. Так что сила в этом виде спорта тоже нужна. Игра доступна для всех, но для того, чтобы добиться в ней успеха и результатов, необходимо обладать спортивной выдержкой и упорством. Первый раз, конечно, была немножечко неудачная тренировка у меня. У меня не долетало, не получалось. Но потом все пошло все лучше и лучше и, в общем-то, затянуло. Играть в Айсшток можно практически круглый год. Зимой для игры нужен лед, ну а летом шток можно катать и по асфальту. Павел Прудников, Никита Токарев, Инфокс.